Добрый вечер, всем привет! У знаменитого английского писателя Джонатана Свифта есть прекрасная книга «Приключения Гулливера в стране лилипутов», где он, прибегая к приему такого гротеска, отправляет героя в страну крошечных человечков с целью привлечь внимание публики, тогда еще новым неизбитым приемом, а заодно еще избежать прямого отождествления с тогдашним английским обществом. А я вот думаю, что в наши дни и нашу современность смело можно назвать временем лилипутов или карликов. Все измельчало, опошлилось и деградировало. Это хорошо видно на примере кинематографа, эстрадной музыки и рока в том числе. Мое мнение, как и мнение известного музыкального критика Артемия Троицкого, что все самое значительное в рок-музыке создано до 1975 года. Возьмите тех же исполнителей. Какие исполинские фигуры тогда блистали на сцене? Дэвид Боуи. Он ведь менял музыкальные направления с какой-то непостижимой легкостью, словно бы жонглировал ими. А Фрэнк Заппа, Аэлис Купер. Эти люди творили целые миры, и им сейчас нет просто равных в наше время, когда подавляющее большинство эстрады поет под фонограмму, а музыку записывает с помощью компьютерных программ. Какое там к черту творчество? Берется старая песня, обрабатывается на компе и доводится до состояния современного стиля. Скажите, как это так? У музыкантов теперь в распоряжении целый арсенал инструментов, синтезаторы, электрогитары, ревербаторы, компьютеры, на которых можно вообще черти что создать. А где новые направления? Где новые открытия? Где блестящие и неповторимые исполнители? Вместо всего этого на эстраде господствует, допустим, тот же рэп. Речитатив под примитивную музыку. Вот к чему мы пришли. И даже и рэп-то упростился со времен М.С. Хаммера или, допустим, Снуп Дога, он и стал еще примитивнее. А теперь вернемся в доброе старое время. Время гигантов. Помню, что еще в 79-м году брат принес мне пленку, записанную на 9-й скорости, с альбомом Элиса Купера «Welcome to my Nightmare». В то время я еще в основном слушал такие группы, как Абба, Бунеем и Чингисхан. Но эта катушка и то, что было на ней записано, буквально заставляло сидеть и слушать. Запись неизвестного исполнителя настолько контрастировала с тем, что звучала по радио и телевизору, что сразу же врезалась в память навсегда. Особенно поражала песня, где какой-то мужской голос говорит целых 3 минуты, причем с различными интонациями под музыку. И я отчетливо улавливал, как у него меняется настроение. Сначала он говорит как-то ехидно и смеется, а после интонации его голоса становятся пафосными и даже угрожающими. Естественно, тогда я ни черта не понял из этого пространного монолога, но то, что оратор вложил в него целую гамму переживаний, это было ясно как день. Даже спустя 50 лет такой прием не кажется устаревшим. И к нему позднее прибегали блонди, вещицы Раптор, Мановар использовал его в песне Дефендер, да и многие другие исполнители. Но такого пафоса, как у Элиса Купера, мало кому удалось достичь. Тем более, что и музыка у него полностью подстраивалась под все изменения этого монолога. Она то совершенно затихала, пропадая где-то в отдалении, то вновь обрушивалась на тебя всей мощью хард-рока с краплением духовой секции. Поистине шедевр на многие года создал тогда Винсент Фурния, этот талантливый новатор рока. Итак, об альбоме Welcome to my night. Альбом вышел 11 марта 1975 года на лейбле Atlantic Records. Диск выполнен как сольный проект Винсента Фурния и задумывался как концептуальный спектакль, навеянный Куперу в его снах. Речь идет о кошмарах, которые снятся мальчику по имени Стивен. Купер снял целое сценическое шоу на тему этого спектакля. И если покопаться в интернете, то можно найти DVD с оригинальной записью именно тех лет. Как вспоминает сам Элис, он ставил рядом со своей кроватью магнитофон и банку пива в те годы. Проснувшись утром, он выпивал пиво и записывал на ленту все свои сны. Через три месяца накопилось достаточно материала и нужно было его обработать и записать. Купер понял, что одному ему с такой задачей не справиться и привлек к процессу талантливого композитора Дика Вагнера, с которым был давно знаком. Летом 1974 года Элис и Дик отправились в турне по разным городам и в них, под воздействием увиденного и прилива необходимых эмоций, записывали песни для нового альбома. Так и Years Ago было написано в Нассау на Багамах, Song Fox сделали в Рио-де-Жанейро, а Cold Ethyl в Париже. Теперь весь этот материал требовалось воплотить музыку, для чего был привлечен продюсер Боб Эйзе. Именно он набрал музыкантов для записи альбома. Не для группы, а только именно для одного альбома. Итак, вот эти музыканты, кто записал данные шедевры. Боб Эйзе – синтезатор клавишный, Элис Купер – вокал, Винсент Прайс – текст, вокал, спецэффекты. Дик Вагнер – вокал, гитара. Стив Хантер – гитара. Джозеф Широсский – синтезатор, вокал, клавиник. Джон Пракаш – бас. Тони Левин – бас. Пенти Глен – ударный. Звукоинженер Джим Франк. Целая армия музыкантов. И надо сказать, этот гигантский труд принес свои плоды. Альбом поднялся до пятого места в Штатах и стал платином в Англии и в Штатах. Ну а что касается меня, мне нравится вся первая сторона пластинки и две вещи со второй стороны. Это Department of You, Cold Etil и самая последняя вещь Escape. Альбом потрясающий. Если кто не слушал, обязательно найдите время, скачайте и проникнитесь им. Не пожалеете. На этом завершаю обзор. Всего хорошего. До свидания.